Хочу на море, где ласковое солнце, туда где пальмы, пляжи и чайки над волной, где на гитаре зажигают... Всем привет дорогие друзья! Привет из солнечной замечательной Турции! Продолжается наша поездка в Аланьи, путешествие наше по Аланьи сегодня. Мы идем сейчас, вернулись с шоппинга, а дальше у нас идет обзорная экскурсия на скалу, на гору. В общем на фуникулёре хотим подняться, посидеть в ресторанчике, полюбоваться такими замечательными видами. Так что путешествуйте вместе с нами. Сейчас мы подошли к тому месту, куда причали вот здесь корабли. Оксана пытается не в том месте перейти дорогу, где вообще нет пешеходного перехода. В общем в самом широком месте. Здесь очень-очень много в этом месте разных симпатичных ресторанчиков с отличными замечательными видами. Но мы хотим сегодня попасть в ресторан Панорама, который находится на горе. Туда нужно подниматься на фуникулёре. Ну а сюда мы вышли, потому что мы забрели на шоппинг. Сами не знаем куда. Знаете, куда глаза ведут. Если кто-то куда-то всегда движется с каким-то планом, то мы всегда с Оксаной Панаитию. Знаете, куда захотела идти левая нога, туда и правая. И наоборот. Туда-туда зашел. Здесь радуют своим разнообразием яхты. Но на яхте мы уже в этот раз не поедем. Если кому-то интересно, что представляет из себя поездка на яхте, и вы не смотрели ранее на моём канале это видео, то я оставлю ссылку на это. Если идти вот туда прямо, по вот этой вот набережной вдоль вот этих вот корабликов, то там раньше, по крайней мере, был рыночек, где продаются товары ручной работы. Прямо там сидят бабушки, женщины и плетут разные украшения из бисера и каких-то камней. Сейчас мы с вами туда дойдём, посмотрим, на месте ли они, или они только были весной. Но могу сказать одно, что очень много мест потом мы после этого посетили, но вот такого я не видела. Видела в Кемере, да, тоже делали, но уже по космоценам. Здесь цены были лояльные. Сейчас мы с вами зайдём. Здесь, по всей видимости, можно сфотографироваться. Наверное, рамка для фото, потому что написано «Алания-2019». Так, ну что, здесь ничего не изменилось-то по сравнению. Вот они все те же самые браслеты. Я сейчас себе возьму браслеты. Всё, это ручная работа. Вот эти вот браслеты очень красиво смотрятся на руке. О, а сколько стоят вот такие браслетики? Два доллара. Два доллара такие стоят. Отличная работа. Ага. А в лирах? Десять. В лирах десять лир это получается. Десять лир это сто двадцать рублей, получается. У нас такой браслет стоит. Да я знаю, как они смотрятся. Они красиво, да, смотрятся. Только, чтобы там эта застёжка была хорошая, потому что у нас быстро сломалось. Так, ну сейчас я ещё посмотрю. А серёжки вот такие? Есть серёжки? Не, 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 не. Вот именно такие же. Чтоб набором было. Нет такого? Нет. Сейчас мы посмотрим, сейчас я к вам ещё подойду. Завтра. Завтра такие? сейчас я пройдусь спасибо красивые да все красивые красоты неописуем эти творчество так здорово когда человек что-то делает своими руками вот здесь вот сидят плетут все это дело сети вот по 10 лет здесь вот эти вот браслеты по 10 лир эти прям с ценником сделала здравствуйте женщина и очень и очень сразу же понятно где что сколько стоит вот сейчас я здесь и возьму так а сережек нету сережек нету сережек нету сережки вот такие но сережек нет я сейчас вот возьму вот они по 10 лир вот я хочу такой вот себе взять и брали такие да он красиво смотрится вот такой да можно ли нужно такое можно вот таким вот синим 10 лир сейчас только надо найти в сумке 10 лир она есть вот такие вот эти наверно на ногу это на ногу или нет вот это на ногу она крутится не крутится вот на ногу допустим чтобы комплектом чтобы такое такое это нога да это тоже тенлира есть тоже тенлира тоже 120 рублей красиво смотрится а этот с этими еще вот с такими штучками как они называют такой браслет как удовольствием как удовольствием так сейчас комплект комплект сейчас возьмем так все это на на ногу ну мне давайте вот такой а вот это красиво ли красиво или широкий очень нет почему он широкий так а где я только что себе видео вот я наверно вот такой возьму все еще и мне вот такой вот еще дайте пожалуйста юрка будет смотреть видео он себя смеется когда я покупаю такие штуки а еще вот такой мне дайте пожалуйста маме подарю в общем спасибо большое отоварились по полной программе общем накупили себе браслетов подписчикам зрителям больше пока не буду покупать потому что отсылать вот это вот на почту мне какой-то еще браслет вернулся проще дайте какие-то делать розыгрыши деньгами мне кажется чем отсылать вот это все да или взять кому-нибудь это слать какой-нибудь рода не знаю это конечно такие простенькие понимаете но зато но зато там ручная работа человек старался как бы ну все-таки старался получил за свою работу деньги правильно я считаю что ну да 10 лир 120 рублей там а сделать такой браслет это представляете сколько вот здесь работы до за 120 рублей сколько нужно вот этих вот бисеринок сделать у нее я посмотрела она продавала продавщицы у нее все пальцы в этих пластырях представляешь все руки стерты потому что но ты голочка тоненькая представляю сколько это нужно и так оксана требует фотографий ну давай там он наверху же очень красивые фотографии получают со с видом вот полностью сюда сверху мне кажется очень красиво все будет сейчас пока что на корабликах никто не едет здесь хочешь фото сделать такой вид красиво от себя открывает все-таки видите осенью конечно лучше путешествовать что море сейчас за лето прогретое все в любой момент вы можете пойти искупнуться если взяли с собой купальни внизу рыбок видно настолько прозрачная вода что внизу видно рыбу такая красота кругом аж дух захватывает знаете столько вот яхточек всего тепло так в любой момент искупаться можно самое что интересное мы сексуально не знаем как нам фуникулер отсюда пройти мы понимаем что где-то на горд и едет нам надо как-то обходить что сейчас нужно я даже мы получается вообще с другой стороны вышли горы здесь что лебёдкой тащить непонятно что изгородь из живых цветов процесс общения смотри морской ангел написано си ангел все оксане нужно себя запечатлеть рядом с морским ангелом ты с каждым будь с каждой лодкой будешь вот игра это медуза горгона но он но он правильно смотри ска как ты с ангелом не фотоешься с ангелом еще к стой пальмочка не фотографируем да с петром первым он или кто там нет там разбойники пираты впереди с пиратами но сейчас объяснили водители что мы хотим ресторан панорама по решили доехать на такси потому что уже сил нет мы три часа ходим пешком а он нам говорит вам сейчас еще от фуникулера два часа до панорама уже обратно спустимся на паникулере как наверно будет проще потому что с такими сумками с такими пакетами постоянно в гору такое правильное решение 50 лир стоит доехать туда на такси широко разрекламированные у нас теперь ресторан суп дня 18 лир а у вас турецкий завтрак уже закончил креветки на гриле 110 лир мексиканский стейк 83 что мы сейчас поедим а карты принимают у вас конечно а вот это вот завтрак да где а вот что в завтрак будет то есть можно в любое время а до 13 до 13 часов завтрак ясно ну значит мы сейчас ужин будет а у вас ужина такого нет ужина вот есть турецкий завтрак а турецкого ужина не турки туркиш это как завтрак 38 лир 38 лир ну пойдем все равно кушать мы сейчас вам идем смотри с каким ослепительным видом замечательным смотрите какая красота почему бы сюда не сходить тем более на такси мы доехали и на такси мы откуда ехали оттуда мы ехали на такси в принципе доехали за 10 минут где-то мы на такси мы решили пойдем к час посмотрю места есть или нет то есть эти мы еще нужно заказывать заранее места две персоны идите хорошо мы две персоны идем здравствуйте куда можно пройти туда пожалуйста но здесь он ресторан видите из нескольких ярусов состоит есть еще и ниже но самое главное что вы можете покушать вот с таким вот ослепительным видом на аланье на порт аланье туда еще выше идем идемте еще выше ух ты здесь сервировка столы на двоих здорово а для пакетика нету какого-нибудь стульчика нет пакет положить нету жалко придется ставить на пол пакет так ну что тридцать восемь лир стоит завтрак тридцать восемь лир до до час но не ресторан не знаю но вид конечно просто изумительная отсюда открывается смотрите какая красота здесь места на двоих и стол сделан как под дерево да как будто бы такое это толстый пласт дерева до снят так смотрите все это дело посадили посадили нас на самом почему а там видишь на какое количество столики на большой людей сейчас нам принесут меню я бы конечно сходила помыла руки потому что мы тут ходим с теми покупками уже по всем магазинам так мне нравится что здесь все по-русски но что-то персонал какой-то прям совсем нелюбезный говорит что у них здесь все занято все зарезервировано мы говорим туда ниже можно спуститься нет нельзя в общем только здесь ну ладно здесь так здесь будем смотреть блюдо на гриле в общем 44 лира умножайте на 12 440 и плюс еще там 100 рублей до 540 рублей где-то будет стоить блюдо кальмары жареные креветки запеченные а это все на на двух страниц на вот такая вот винная карта здесь винная карта ого стоимость сушки бутылочка дон перень он 2195 лир не но здесь есть что дешевые дорогие разуме ну 110 это 1100 215 146 показать вам это туалет здесь сделан как интересно вот эти вот висюльки они из пробкового дерева смысле из от вина крышки от вина можно вот такой что пустители ресторана в основном русские да так слышу русская речь вся из-за столов я говорю русские наводнили турция смотри как красиво нет я тоже схожу пойдем смотрите как майот майот шандон встретите каким видом ой здесь какая должна кстати быть очень классная фотка все сделано заставку и друзья в общем кто хотел посмотреть ужин можете посмотреть в прямой трансляции если вы его не видели этот не понимает а можно нам счет пожалуйста вот такой вот смотрите десерт десерт вообще бесподобный скажите а это сливки вот это сливки сливки не знаете что куски сливки оливки все молок милк милк энд энд фрукс просто только милк а будем все ясно чтобы таки а пешком идти вот по такой теме не как-то не очень улыбается 4 лира стоит проезд на 1 на 1 персону дорожки здесь узенькие я все время удивляюсь как же они здесь разъезжаются посидели как в сказке а вот понимаешь а если бы на клеопатре нет а я все равно делаю выводы какие-то для себя допустим на на будущее до что если ты едешь то ты селишь допустим уже на клеопат и ты гуляешь везде наслаждаешься красотой это все равно любые вот все что происходит с человеком это как бы учеба такая да то есть мы получаем такие уроки а мы уже делаем выводы из этих уроков или нет а это местный какой-то сувенирный магазинчик здесь здесь же многие пешком днем гуляют проходите расстояние но вечером честно говоря такие прогулки вот с такими пакетами не знаю только такие большие машины в садов то я вижу нас высадили знаете здесь тена нарисована быть туда вообще непонятно чё где мы оказались куда идти и самое главное работает ли она еще она же может уже не работать слушай фуникулер то ну запросто до скольки она ездит канатная дорога сейчас дойдем туда а потом назад найди этого автобуса где он есть но я говорю машины изредка какие-то попадаются где-то есть откуда вы люди ну подожди я куда не откуда нам дальше у людей не спросишь на каком языке они говорят вон туда оксан я думаю что фуникулер туда туда в крепость тут стены куда в крепость идти там фуникулера точно нет это только у нас финиш могли на автобусе доехать он говорит езжайте на автобусе нет но мы же хотим на фуникулере прокатиться а что вы там сейчас увидим с фуникулера огни холани а как у них по-турецки фуникулер смотри здесь все написано понимаете как хотите москоу москоу поедем культур хаос и маркет хоу куда налево пойдешь маркет хоу найдешь наискосок пойдешь я думаю лишь бы канатная дорога где ты думаешь что это канатка это бас красота успокойся оксан оксана может сейчас еще прямой эфир включить отсюда пойдем пойдем быстрее пойдем мы не успеваем мы не успеваем домой может сейчас еще год прямой эфир включить то она меня торопит я люблю тебя слушайте вот кто спрашивает там кемера ланя анталия сиды бад бодром мармари сушки везде хорошо но везде хорошо правда вот даже не знаешь что что вот тебе нравится больше на самом деле реально потому что везде очень очень здорово классно анталия по-своему хорошая они по-своему хороша кемер по-своему но разумеется кемер меньше допустим да ну то есть анталия самая большая они чуть поменьше а все остальное гораздо гораздо меньше то есть это города аланьи анталия все остальное так гораздо гораздо меньше понимаете но вот как вот здесь вы видите вот такие виды да потрясающие В Анталии тоже есть на что посмотреть, тоже точно такое же море, тоже точно такой же вид, допустим, особенно если с Ромадой Плазы или там с парка, который находится рядом с Ромадой Плаза. То здесь как бы нельзя сравнить. Это знаете, когда ребенку задают вопрос, кто тебе больше нравится, мама или папа. То есть здесь нельзя сказать, кто больше нравится, мама или папа, потому что нравится и то, и другое. У меня сейчас был короткий миг, когда я испугалась, что мы сейчас не уедем, потому что здесь билеты не продают. Но слава богу, нам сказали, что можно будет купить билет внизу. Потому что мне уже было, я думала, как же, что же мы сейчас будем делать, неужели мы пойдем обратно к автобусу. Это знаете, еще спускаться хорошо, а подниматься-то не очень. Мы с тобой, лягушки-путешественницы. Вот, вот кто спрашивает, почему там любите с Оксаной путешествовать. Слушайте, вот так как с Оксаной, мне кажется, не будет ни с кем. Вот как мы с ней друг друга понимаем, насколько хорошо мы с ней друг друга понимаем. То есть мне кажется, это больше никто нигде никогда сядь не понимает. Ух ты, а что это перекосило-то нас? Слушай, что-то нас перекосило. Мама меня. Мама-мия. Ой, вечерняя Алания. Красота, да? Мне кажется, вот вечерняя Алания, это самая красивая, да? Ну, вечерняя Алания. Да вообще любой вечерний город вечером, это всегда очень-очень красиво. Все, скупаемся сейчас в ночном море. Я тоже не могу, у меня все льется, я прилипу уже. Да, не отлипай, едь назад. Я не могу отлипнуть, да. А, вон касса. Вон касса, слава богу, сейчас можно взять билет. Все продумано у турков, да? Идеально. Ура, 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 мы приехали. Шикарно. Нам касса, где, здрасте. 44 лиры, там. Туда. 44 лиры сейчас. Мы такую Аланию еще не видели ночную. Когда идешь, обычно вот эти все ресторанчики пустые, а они, оказывается, работают, сидите, в основном вечером на ужин. Смотрите, сколько сейчас людей, сколько туристов сейчас сидят, ужинают в этих кафешках. Еще вопрос, проблема, как перейти дорогу. О, нас пропустили. Кукурузой пахнет. Смотрите, какая здесь обстановка. Сколько здесь что стоит, давайте посмотрим. Кебаб есть или нет? Ох, понять бы еще, где кебаб написано. Чтоб я не увидела. В общем, цены в среднем 75 лир, что я смотрю за блюдо. 75. Многие сидят с пивком, да? Но у нас в Авсанаре тоже, кстати, не хуже. Тоже очень много вот таких же кафешек, где можно посидеть, перекусить. Завтра пойдем, да? Предпрощальный ужин. Завтра пойдем туда-нибудь где-нибудь. Предпрощальный ужин. Завтра у нас воскресенье. Нет, здесь такая атмосфера. Еще понедельник, у нас. Да нет, вы смотрите, здесь же вот сам вот колорит, понимаете? Вот селишься в такой гостинице и кушаешь вот в таких кафешках. Особенно это нужно сказать для Юрчика, потому что он любит отдыхать в Грузии именно по такому принципу. Ты поселился, да, в ресторане, в отеле, и ходишь, кушаешь. Вот, допустим, омлет стоит 30 лир здесь. Дешевая цена? 30 лир, ну как, 30 лир не совсем дешевая цена за омлет. В зависимости, что тебе к омлету подадут. На 12 умножь 300, 360 рублей омлет стоит. Ну тут же подают, ты сама знаешь, к омлету. Не, ну если тут большая порция, что может быть там на двоих хватит. Потому что разные порции, ну вот там, где мы были в Бароне, там вообще мега порция. Там можно одну порцию на двоих заказывать смело, потому что там очень большие порции. Нереально съесть. У нас половину, вот пиццу мы заказывали, половину оставили. То есть очень-очень много оставляешь. А вот здесь, допустим, да, смотрите, там полно людей, а здесь почему-то нет. Потому что здесь, наверное, кальянная. Дорогие друзья, вот таким вот образом прошел наш сегодняшний вечер. Он, конечно, еще не закончился. Нам еще сейчас полчаса как минимум добираться до нашего отеля. Ну а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами мы. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok